Девушки отдыхают Саша, расскажи, пожалуйста, о своей философии питания. Ты сейчас переходишь на неедение, у тебя переходный период. Расскажи, пожалуйста, почему ты переходишь на неедение? Потому что это нормальный физиологический процесс для всех людей. Это просто сложилось исторически, я так думаю, что это сложилось исторически так, что человек из обычного употребления еды, а-ля ради вкуса, ради каких-то получений новых энергетик, подключения к новым вибрациям, что ли, так сказать, через еду, они стали ее настолько плотно культивировать, что они ее стали готовить. И помимо того, что они стали ее готовить, они стали за нее болеть. То есть, грубо говоря, не то, что за нее болеть, в плане того, что вот я много ем, я болею. Это тоже план, конечно, но и в плане того, чтобы болеть. То есть, если я не поем приготовленной еды, значит, у меня, допустим, нарушается моя, там, какая-то а-ля зона комфорта, знаешь, там, потому что человек в любом случае, он поел, у него там сразу там комфорт внутри настаёт. Ну, это его, его такие, как бы, мнения, что у него там сразу хорошо, он насытился, у него прилив энергии. Чуть-таки как-то вот люди, которые едят там, да, вот вареную пищу, и даже сыроеды те же самые, знаете, как-то, как-то что-то они, когда после еды себя слабенько, очень чувствуют. И, так сказать, им нужно время, чтобы у них бактерии освоили эту еду, переварили, после этого они получили энергию. Но всё равно эта энергия, я говорю уже, она третичная, она даже не первый источник, откуда получается. Не знаю, для меня вообще переход на неедение, это стало, на самом деле, очень большим шоком, и стало это где-то год назад, понимание. Ну, чуть побольше, может, года, наверное, может, укавлю, чем год. Но сама вот эта концепция неедения, да, там, для многих это такая а-ля грань фантастики, это ты что-то сделал, должен такой пульбит, который, там, придаст тебе каких-то, там, сил, там, или ещё чего-то. Нет, это нормальный физиологический процесс нашего тела, но прежде чем стать неедом, перейти на неедение, ты в любом случае должен пройти систему очистки. Ну, я бы сказал, это, скорее всего, не очистка, а, скорее всего, зачистка твоего организма и перестроение полностью на клеточном уровне. Потому что, как говорят, что у нас перестраивается организм где-то от 5 до 10 лет, кто-то говорит 7 лет. Ну, я имею в виду именно даже саму костную систему. Потому что в любом случае, когда вы едите, там, варёную еду, там, мясную еду, то же самое, вы же всё равно перенимаете, вы же не перенимаете, ну, грубо говоря, вот у нас принято считать белки, жиры, углеводы, да, вот это, конечно, упущен с этого ещё момента есть ещё эфир, но это ладно, это другой момент. Вы, когда едите белки, то у нас, вот, допустим, я, как бывший спортсмен, я занимался боксом, лыжами, боевым самбо, то я могу точно сказать, что для меня был такой стереотип, чем больше я белков ем, тем больше я выгляжу, тем сильнее я становлюсь. У многих такой стереотип. Да, и когда я такая вот марва варшагом на огонян есть, она вот очень долгое время там втирала там всем, что сыроедение – это то, что надо по еде, да, потом я увидел, это было уже на строедине, у меня был период токсикоза очень большой, я там с 80 килограмм 64 стал весить, то есть 16 килограмм для меня это для худощавого телосложения, это было вот как на самом деле. Я 8 дней из дома не выходил, и было очень тяжело, потому что процессы, которые я делал, они немножко были несопоставимы с реальным состоянием моего тела, то есть я там сразу перешел на сыроедение, плюс к этому на малосыроедение, потом мне захотелось сразу, я очень много начитался, очень много таких сил, там, желаний, там, всего этого, но потом, конечно, это все очень быстро пообломалось. Перешел на сыроедение на 30 дней ради прикола, ради прикола я попробую, что это такое, потому что вот слышал там марва вагонян, там еще книжки до этого читал, до этого в Финляндии, вот лет 10, наверное, назад с другом, когда лыжами занимались, пытались бросить мясо, но там два раза попытались, два раза не бросили, потому что там не получалось. Стереотип все равно в голове присутствовал, в плане того, что белки все равно формируют, но никто не понимает, что белки, что когда они начинают что-то у тебя формировать, прежде всего их надо расщепить до жиров, потом до аминокислот, а потом не факт, что эти аминокислоты, еще бактерии эти будут есть, но это уже другие моменты, там, в зависимости от сопоставления, в зависимости от твоей, грубо говоря, ну, щелочной или кислотной среды в твоем организме, там желудки в твоем конкретно, там, допустим, кишечники, ну, и там все-все-все эти долгие процессы, это... Я не врач, я не буду это все вдаваться так более глубоко, более плотно, потому что многие люди могут меня провернуть и сказать, что это не так. Я, исходя из своего опыта, все делаю. То есть я не верю в такие догматические, не знаю, там, науки, там, про вселенную, там, что там вот бескрайний простор, что там скорость света – это самая максимальная скорость, что можно достичь. Ну, скорость... Ну, это просто пример маленький. Что такое наука, как она преподносится нам и как она действует на самом деле. Если скорость света – это самая быстрая скорость, то скорость твоей мысли, она в разы скорости, быстрее скорости света. Ну, так-то есть, и брать. Все вокруг нас, что окружает, это сгустки энергии, это эфир. Эфир, который имеет свою плотность, свой электрический заряд, ну, я не знаю, ну, можно так сказать, там, свои вибрации, ну, и, соответственно, это разные виды разных энергий, которые ты способен подключиться, либо ты не способен подключиться. И вот, воспринимая мир в метафизическом уровне, в метафизическом плане, то есть рассматривая его не как построение белково, там, так сказать, ну, как белково, без белков, жиров и углеводов, как нам все говорят, что все это вот вокруг построено. Нет, это все построено с энергетических материй, с эфирных материй, которые вот, даже вот этот камень, он живой, потому что он имеет свою вибрацию. Либо ты к этой вибрации способен подключиться понять ее, либо ты не способен подключиться и не понять ее. Тут то же самое. Вот есть люди, которые сыроеды, есть люди, которые там, еды, да, ты едят все, есть люди, которые, допустим, не еды, да, я вот не не е, допустим, я ем еду еще. Цель у меня такая, что перейти на год на неедение, ну, просто попробовать что-то доказать самому себе. Многие нее не принимают, у меня конкретно родственники не принимают это, угорают, смеются. Больше это сейчас в такую шутку перешло, но при этом, когда посоветоваться, чтобы лишку где-то согнать чего-то там, кого-то что-то со здоровьем, то, в принципе, обращаются за советами и, в принципе, удивляются, что им голодание помогает, потому что я всем советую для самого начального перехода на, даже вот с мясной еды на вегетарианскую еду или сыроеденческую еду, мое мнение, надо зачистить свой организм от бактерий, которые переваривали эту еду, то есть именно вареную, либо там мясную еду, потому что в первую же очередь пристрастие еды тянут тебя, ну, тянут тебя в первую очередь, это, конечно же, психологический момент, это с детства у тебя было привеяно твоими родителями, всем-всем-всем остальным, потом, да, это у тебя там все это раскидывается по научным каким-то терминологиям, и ты понимаешь, что, в принципе, да, мне это самое не нужно, в принципе, да, вареная еда тоже не нужна, а потом уже, в принципе, приходишь к тому, что, ну да, что-то по-сроедению, и сроедение, в принципе, оно тоже такое бывает, правильное сроедение, бывает неправильное сроедение, Это как говорят Но для меня вообще строение Это три степени Это первое строение, когда человек ест полностью всю сырую еду Я беру орехи, мед и все остальное Это такое более тяжелое строение На которых ты еще на таких Повыше вибрации, которые ты испытываешь Ощущаешь Потому что Твой проводник, твое тело Оно становится чище И чем чище твой проводник Тем более сложной энергии ты можешь воспринимать То есть Твое окружающее, ты конечно же не чувствуешь Вот ты энергию от дерева получил еще чего-то Нет У тебя твой мозг, твое сознание Оно воспринимает не узкий спектр Допустим, какой-либо информации Окружающей тебя А оно берет полностью максимально возможный спектр Который ты можешь осязать Почувствовать Обонять Все наши пять Органы чувств, которые человек имеет Ну и Ты зачищаешь от этих бактерий свое тело Грубо говоря, свой желудок Ну по крайней мере на уровне физиологии Именно нормальном физическом процессе Тебе уже есть не хочется Ни мяса, ни вареные еды Но это тоже надо своей токсикацией пройти Потому что у тебя будет меняться Межклеточное пространство То есть у тебя будет меняться жидкость У тебя есть какие-то жиры более тяжелые отложены Они будут меняться на более легкие Если они там нужны Сколько по времени будет длиться Эта замена старых клеток на новые клетки? Вот знаешь, есть разные процедуры Разные мнения У кого сколько переходит У кого сколько Перетрансформация именно на Клеточном уровне идет Не знаю, мое мнение Что если заменить верхнюю клеточную систему Имеется ввиду мышцы, кожу Не менее от 5 до 7 месяцев Наверное, я бы отдал То есть все, что эффект дает К примеру я просто пишу Вот допустим, у меня был эксперимент такой Я 30 дней стал сыроедом Это был просто такой эксперимент Как я пробуду именно на сыроедничество Я делал какие-то там фруктово-овощные салаты То есть это было легкое среднее Не тяжелое, вот с медом, с орехами Нет, это я Орехи я сразу же не ел Потому что орехи я изначально не очень люблю И по жизни как бы они такие Тяжело усваивались организм Не знаю, с чем связано И сухофрукты не очень любил Потому что они на зубах А потом зубы начинают как бы сводить Как будто от сладкого такого Мед очень любил Покупал карельский мед Но мед я пил только с водой Ну, вот я делал такой Как бы типа олеошейка Я называл его вода, мед и лимон То есть это самое такое универсальное Когда мне хотелось там что-то попить Или что-то там в этом роде То есть чаи в кофе Это все было заменено именно вот на вот На такой шейк И порой пил травы Травы пил только в очистительных целях И пил только тогда, когда голодал Либо выхода там сухого голодания Ну это там свои тоже сухого голодания Тоже своя такая Есть мокрое голодание, там сырое Есть сухое голодание Я не считаю мокрое голодание голоданием Я считаю, что мокрое голодание Это обычное очищение То есть замутка Это не голодание Это эффекты разные Потому что я голодал на сухую Голодал на сырую Могу сказать, что проведя вот Когда я ехал сюда Я голодал 11 дней на сухую На сырую Это не то голодание Это не голодание Я при 11 дней на сырую голодание Я пил, конечно, не только воду Пил и соки И примерно у меня уходило Ну где-то около литра в сутки, наверное Воды употреблялось Я набрал кило 200 То есть при еде При этом не было никакого рациона питания другого Но это в зависимости, конечно, от того Насколько чистое твое тело Насколько разумно ты к этому подходишь Насколько физически, конечно Ну, в принципе Так вот Саша, отвечая на первый вопрос Ты сказала, что еда – это третичная энергия А что тогда первичная и вторичная энергия? Скажи, пожалуйста, подробнее Первичная энергия Первичная энергия – это когда человек способен Силой разума питать себя Это для меня первичная энергия Это просто, грубо говоря Мы с вами шли и сидели Ой, шли сюда И вот говорили про медитацию Ну, скорее всего, медитация Многие, наверное, йоги Те, которые понимают более высокие процессы Происходящие Они, в принципе Я думаю, что питаются Именно вот этой первичной энергией Поэтому они открывают Какие-либо там Как вот их называют Ситхи, да Еще какие-то Ну, способности, возможности В своем организме Ну, это, я думаю, что Обычный нормальный процесс Если подойти с научной Грамотной точкой зрения И именно Это все делать систематично Потому что природа, она У природы есть свои законы Но вот эти законы Их можно сказать Что это не такой закон Потому что закон Вообще Я верю в язычество Что такое для меня закон? Закон это вот Допустим Раньше язычники Да, наши вот русские Мы имели, допустим, кон Да, вот Мы имели То есть имели Свой там тейп Да, или там племя Или там Своих определенное количество людей Да Там свою деревню И вот у нас был, допустим, кон Да Вот мы его называли Мы делаем все по конам По канонам Да, допустим Мы еще говорили То есть вот Этот тейп имеет свой кон, допустим А что такое закон? Закон это ЗА-КОН То есть, грубо говоря Если нормально это расшифровывать Это получается То есть закон И ты зашел за За этот закон ЗА-КОН Законом Законом этого племени Законом этого То есть Грубо говоря Всего того, что есть Присутствует То в природе тоже Работа идет не по законам То есть Вся система работает не по законам А она работает по системе Есть определенная система Эта система имеет Маленькую, большую, среднюю Еще, еще, еще И она имеет этих Грубо говоря Систем Неимоверное количество Но вот эта система Она просчитывается Вот Фибоначчи был Допустим Который просчитывал Идеальные пропорции Допустим Человека Витруянский человек Расписан был Леонардо да Винчи К примеру Допустим То В принципе Система Фибоначчи Она и прописывает Систему Формирований Всех Жизненных Нежизненных Элементов Которые формируются В принципе Вокруг нас Так же и мы живем У человека есть Человеческое тело Которое имеет Свою плотную А-ля структуру Которая Это плотная Энергетическая структура Которую человек имеет И которую Которой человек А-ля пользуется Пользуется он За счет Мозга Но мозг Выполняет Функции Подсознания Ну сознание В общем по-другому Потому что Человек Если бы руководствовался Только мозгом В принципе У тебя Как обычных Биохимических Процессов Ну а-ля Типа робот Пришел Сделал что-то Ушел То есть ты бы не мог Чувствовать Ты бы не мог Дышать Когда спишь Там и еще Но есть много Таких процессов Которые делаются На подсознательном уровне Да И Вот этот Подсознательный уровень Если ты Делаешь все По Определенной Методике Формуле По определенному Грубо говоря Кону Или канону Природы Или вообще Мироздания Всего То ты Начинаешь Подключаться Именно К этим энергетикам Вот этого Мироздания Ты начинаешь Не то что понимать Ты начинаешь Испытывать Сострадание Ко всему Не в плане Жалости Потому что Жалость и сострадание Это вообще Две разных вещи Потому что Жалость Она Жалость Она неуместна Вообще В человечестве Жалость Жалость Людям Дает Еще больше Жалости Еще больше Горести Страдания И всего остального Нет Есть В природе Обыкновенный Отбор То есть Выживает Только сильнейший Даже когда Допустим Ребенок 20 тысяч 20 миллионов Ицеплевых Сперматозоидов Выходит Одна В лучшем случае Две-три Двойне-тройне Но Смысл есть в том Что Это нормальный Отбор Выживает Сильнейший Так вот Сейчас идет Время Мое мнение Что сейчас Настает время Наших Грубо говоря Такой Наши Вот этой цивилизации Либо цивилизация Станет умнее И начнет Жить в гармонии Именно Не только С окружающей природой А именно в гармонии Я имею в виду С космосом С С самим собой С природой В гармонии С людьми С другими То есть Пока мы не найдем Вот этой всей Четкой плотной Гармоничности Природа нас будет Зачищать Она будет нас убивать И Я верю Что Через лет Десять Двадцать Тридцать Или даже Через пятьдесят Люди Люди Понимая И более грамотно Более осознанно Подходя Ко многим вопросам И ко многим моментам Которые они Делают Дальше мы готовим Эту еду Дальше мы Едим Эту еду Дальше мы ждем Пока у нас Эта еда Переваривается В зависимости О том Сколько она чистая Сколько она грязная Это Не суть Дальше После этого Мы должны Замыть посуду Дальше Мы должны Вынести Там Мусор После этого Всего После этот Мусор Перерабатывается Еще в каких-то Там местах В отдельных Ну Грубо говоря Чтобы один раз Ты получил Кайф от еды Ты реально Получаешь Кайф от еды С таким пониманием Что как будто Ты берешь Оттуда энергию Силу И все остальные Шляпа Ты берешь Оттуда Кайф То же самое Можно покурить Косячок марихуаны И ты получишь Такой же кайф Только ты не подсел На этот Косячок марихуаны Возьмите Алкоголика К примеру Алкоголику Никакому не нужна еда Ему нужно что Ему нужна бутылка Ему нужна вода Чтобы запить эту бутылку Но в то же время Его вибрация Его деградация Она настолько Увеличивается Что ты видишь Это в принципе Процессуально Именно вот Именно вот Ты видишь Ты можешь увидеть Как человек За неделю сдеградировал Тут то же самое Человек который Ест еду И тот который Не ест еду Это Такие тоже Тоненькие моменты Потому что Можно вроде и поесть Еду С одной стороны И в то же время Почувствуешь Что ты вроде так Превознесся Что ты все равно На каких-то таких Вибрациях Своеобразных Там делаешь Но это в большей степени Знаете Вот такая Поверие на божности Людей Вот именно Вот верить Ходить в церковь Куда-то Ставить свечки Еще что-то Я не против Этого всего Я лично для себя Вот изучаю Определенные Определенные стадии Именно Определенные виды Конфессии Я пришел К такому выводу Что это настолько Все нереально И настолько Все неправда Что Это даже Вот Оно даже Десяти процентов Не затрагивает Именно Самого Бытия И самой Человечности Человека Что Я думаю Что Верить в такое Это значит Быть пустым Внутри Вот если человек Верит в церковь Если человек Верит В христианство У нас еще говорят Православное Христианство Ну вообще На самом деле Я против того Чтобы говорили Православное Христианство Потому что Православие Христианство Это две разные культуры, православие это язычество, христианство это христианство, это чисто еврейская догматическая вера, в то же время я не против того, чтобы это все было, я не какой-то антисемит, антиеврейский или еще что-то, я просто исхожу из научных вещей, те, которые можно доказать, доказать можно физическим состоянием, физическим телом, ну и в принципе, что можно доказать, то, что мне там говорит какая-то книга о том, что где-то две тысячи лет тому назад жил какой-то человек, который там людей вылечивал, еще что-то, может быть это было, я не против этого, и как бы, но конкретно в книге в Библии про мой народ не сказано ни одного слова, про моих святых людях не сказано ни одного слова, там сказано конкретно об еврейском народе, боголюбивом народе, еврейском народе, и грубо говоря, они заставляют меня, когда я пью вино, я должен думать, что я пью кровь Иисуса Христа, к примеру, и ем хлеб там или еще что-то, я должен представлять, что я ем плоть Иисуса Христа, но для меня это сатанизм, чистого вида, как бы, понимаете, и поэтому мне верить в такие какие-то вещи, которые заставляют меня делать и думать прискорбно, и то, что ты должен, там, тебя ударили по щеке, ты должен подставить вторую, но вы знаете, вот вы как раз таки вот под такими догматиками, догматичными, грубо говоря, вероисповеданиями, вы превращаетесь именно вот в того, в такого овоща, который должен смотреть на жизнь именно с вот такой, как бы, с трубы, которую тебе дали, да, то есть ты можешь, у тебя есть свои глаза, но тебе дают трубу, и ты вот через эту трубу, и ты через эту трубу смотришь вот на весь этот мир, ну вот это одно и то же, для меня, по крайней мере, чтобы ты полностью освободился и понял, как вообще вот этот весь мир устроен, ты должен понять, как устроено твое тело, потому что, еще раз говорю, все работает по определенным схемам, системам. Если ты нарушаешь эту систему, то нарушаешь систему работы своих органов, там, или своего тела, то есть ешь ты, там, мясную еду или еще чего-то. Конечно, ты болеешь, ты не способен воспринимать какие-то, там, более высокие, более тонкие вещи, то есть у тебя появляется лень, у тебя, ты становишься такой биоуправляемой машиной, которой, в принципе, можно говорить, сходи сюда, сделай это, сделай то, сделай то, и, короче, вот такое, понимаешь, ты не свободный человек, ты прикреплен к чему-то. Поэтому, поэтому я думаю, что придя к неедению через науку, это будет правильный способ, и я думаю, что всем сыроедам или всем вегетарианцам надо научиться правильно воспринимать еду, еду воспринимать как наркотик. Если вы воспринимаете еду как тот элемент, который поддерживает ваше тело, то вы обречены. Вы обречены именно на... Во-первых, на провал сорваться, сорваться, вернуться к обычному режиму питания, там, мясная, вареная еда, ну, либо периодически это делать, либо сорваться в плане... Да не, не то, что сорваться, а точно так же быть в системе, потому что есть система, а можно жить над системой. Но это другие тоже моменты, это другой разговор. И я думаю, что даже сыроедение, оно не дает такого эффекта. Ну, хотя сыроедение бывает разное. Я скажу, что моносыроедение... Это не то же самое, что сыроедение. Это разные вещи. И вот говорить то, что я там, допустим, моносыроед, а ты там просто сыроед, допустим. Ну, это два разных человека и два разных... А расскажи, пожалуйста, немножко подробнее об отличиях, потому что я знаю, что, ну, многие сыроеды не видят разницы между сыроедением и моносыроедением. Не видят разницы только тот сыроед, который просто сыроед, который не моноедил. Я считаю, что на моноедении человек, если продержался 3-4 месяца, это больше, чем круто, потому что человек, который моноедит... Ну, моноедение тоже бывает разное. Я вот, допустим, на протяжении полугода, ну, чуть побольше, наверное, лукавлю, чем полугода, стараюсь есть один раз в день вечером и то, чтобы уснуть, потому что, когда ты отказываешься... Ну, чем больше отказываешься ты от рационного питания, чем больше ты отказываешься вообще от питания, у тебя меньше сон, больше энергии, и у тебя в голове настолько всего происходит, что ты просто... То есть ты ешь для того, чтобы немножечко приглушить свою энергию, получается, на... Ну, я делаю еще некоторые другие процедуры, да, чтобы, грубо говоря... Вообще тяжело очень находиться с людьми, которые поедают вообще все, еду, вообще абсолютно все. Мне очень приятно находиться с сыроедами, потому что сыроеды, они так тоже аккуратненько так к фруктам, к овощам подносятся, там, вот надо поесть, там, сегодня, завтра, там, вот, фруктики, там. Это приятно посмотреть, потому что человек уже сознательно подходит, то есть он выбирает, знаешь, вот, выбирает продукты питания, потому что он уже заботится о своем теле. Ну, вот, с другой стороны, Кира, вот, сама подрассуди, вот ты не будешь заботиться о своем теле. Кто позаботится? Муж у тебя позаботится о твоем теле? Нет, это разница. Врачи позаботятся о твоем теле? Да ты приходишь к доктору, что тебе доктор делает? Он по каким-то определенным признакам распознает а-ля твое заболевание, но это только не заболевание, это симптом заболевания, а сам очаг заболевания, он может находиться вообще в других местах, понимаешь? И он тебе там выписывает какие-то там таблетки, либо там еще что-то, какие-то процедуры, в принципе, которые заглушают у тебя эту боль или снимают вот этот именно симптом от самого очага заболевания. А причина не исчезла. А причина не исчезла, в любом случае, да. И вот будь ты сыроедом, именно обычным сыроедом, в принципе, ты не ограничиваешь себя в питании, в количестве питания, ты не ограничиваешь по времени, да, сколько хочешь, столько ешь. Я вот видел у этого, не помню, как его зовут. Сраеда, вот они два, у тебя еще интервью есть. Сергей Добраздравин, может быть. Добраздравин, и второй вот у него есть друг такой, кудрявые волосы темные. Петр? Павел, Павел. Павел, да, Павел, по-моему. А, сейчас я не вспомню. Ну, в общем, мы поняли. Ты поняла, да, кудрявые волосы? Вот, допустим, они там говорят о том, что можно там вот килограмм, два килограмма банана перед сном съесть, там поспишь, там встаешь легко, там тебе все нормально. Знаете, вот если, ну это да, это по сравнению с вареной едой или с мясом ты встаешь, да, но вот вы попробуйте, будьте маноедом, да, и вот точно так же перед сном попробуйте килограмм банана съесть. Я на вас посмотрю на утро. Вы раньше там, не знаю, раньше десяти, это по-любому не проснетесь, и, во-вторых, вы встанете, конечно, у вас не будет запаха сорта, у вас там не будет там еще чего-то, каких-то таких моментов, которые, ну, такие неприятные моменты, которые есть при вареной еде, либо там при какой-либо мясной еде. Но в любом случае вы будете чувствовать тяжесть, и в любом случае вы уже не будете чувствовать именно вот тоненькие вот эти моменты энергетические. когда вы на моноедении, моноедение, оно подразумевает именно один рацион, один вид питания, один вид еды есть на протяжении... за один присест, да, допустим, да, да, там в течение там двух часов, еще как-то. На самом деле это так надо грамотно к этому подходить, потому что не вся еда живая, например, у вас усваивается там полчаса, два часа, там бананы, там 6-8 часов, как говорят, мясо 6-8 часов, нет, бананы в лучшем случае 6-8 часов перевариваются только. Все остальное это как бы так. Хочешь ешь, хочешь не ешь, в зависимости от того, как ты хочешь себя чувствовать. Но вот мое мнение личное, сыроед, который считает, что моноедение то же самое, что сыроедение, попробуйте быть моноедом хотя бы 30 дней. Я думаю, что этого хватит, чтобы, по крайней мере, понять и подключиться к более тонким таким вещам. Эти более тонкие вещи, они как раз таки и формируют полную картину твоей жизни, потому что не проделав определенную работу в своей жизни, ты все равно себя будешь чувствовать ущербным. Сколько бы ты денег не имел, сколько бы ты власти не умел, все равно будешь себя чувствовать ущербным. Вот у нас много властных людей, те, которые сидят там у власти, пузатые такие, они ущербные люди, я считаю, что ущербные люди, человек, который не может следить за своим телом, человек, который не понимает, что происходит в его теле, он не может понимать, что происходит вокруг него. Он не может правильно и грамотно смотреть, открыто смотреть, на те процессы, которые происходят вокруг. в природе нет таких вещей в природе есть одна природа есть одна концепция по которой действует эта природа одна схема и вот эта схема она везде переплетается со всеми со всеми со всеми другими моментами жизни да наш почему допустим многие люди вот допустим меня называют каким-то сектантом там называть и им ты там сумасшедшим что я там это вообще вещи говорю это непонятно где-то там дебильные для кого-то что почему человек знаешь сама как говорят лучшая защита лучшая защита это нападение когда я как-то сукси мне все равно кто что говорит я просто знаю я был в той шкуре я ел также еду я пил алкоголь я это также относился к таким людям и не понимал почему они голодают и даже когда отказываюсь первых два раза от мяса я не понимал для чего это делаю но слышал что это прикольно прикола не получил поэтому возвращался назад после того как я на протяжении долго-долго времени изучал все эти процессы и когда изучился изучились главные моменты главные вопросы и вот именно по всем вот этим крупицам собралась одна прямая линия как это все делать то в принципе попробовав это неедение думаю что это только маленькое начало маленькое начало потому что неедение это не тот кайф который вообще стоит только испытывать это конечно кайф это прикольно состояние крутое у тебя ты ни на чем не подвисаешь ты можешь в принципе быть пожизненным странником ты можешь ходить где-то еще даже на моноедине ты можешь это делать потому что допустим как я моноедил один раз в день вечером есть то есть на протяжении целого дня у тебя легкость и испытываешь такое то есть ты успеваешь более-менее подключаться к каким-то моментом но это не то состояние когда ты допустим на голодание точно голодание это уже более такое участие допустим голода второй день хочу быть ну а четырех до семи дней и после того как закончу голодать вот останусь на соков на шейках здесь благо в таиланде это очень легко и здорово очень круто ты находишься в отличной физической форме занимаешься ты сейчас спорта да я занимаюсь спортом ежедневно по пять минут в день больше этого не надо нет тут такие свои процессы чем больше ты ешь тем больше тебе надо выгонять своего тела шлаков тем конечно больше тебя на физическом грузов сделать чем меньше ты ешь тебе физические нагрузки уже нужны не ради того чтобы ты ушла и сигнал это для морального состояния моральной формы потому что твоего физическое тело напрямую зависит от твоего морального состояния твое моральное состояние напрямую зависит этого физического тела то есть вот к примеру там не дай бог кто то вас умер или кто-то вас любимый человек от вас ушел Вы что испытываете? У вас недомогание, вам не есть, не хочется, у вас там полотежка Потому что у меня были такие моменты, и это очень тяжелые моменты на самом деле Это обычный токсикоз, это когда у тебя твоя наркоманская привязанность Начинает, грубо говоря, запрашивать именно вот этих ферментов внутри, которые у тебя поступали И ты этих ферментов не получаешь, потому что не получаешь удовлетворение У тебя начинается такой полотен Но это нормально физиологически Саша, хотелось бы спросить, что я вот читала, что организм на пранаедении постепенно становится идеально чистым И потребность дыхания постепенно становится лишней Вот почему организму больше не требуется дыхание? Дыхание? Ну, это может быть и с того, что я прочитал, и с того, что я видел И как вообще к этому пришел, и как вот это одно из вот этих моментов именно дыхания Потому что, ну, сперва дыханием как-то начал заниматься Ну, интересоваться, что это такое Мне очень интересно было дайвингом заниматься, именно фридайвинг Вот у нас в Москве мужик живет, он в рекордах Гиннеса Он, по-моему, 90 метров, 78 метров, по-моему Спустился 18 минут из воздуха был Я вот очень сильно увлекся этим, мне было интересно Читал вот эти практики, как это все делается И потом, да, там было пересечение с пранаедом Были люди, которые там не дышали, там столько времени И которые там дышат всего один-два вдоха в минуту, допустим Как это, реально или нереально Я считаю, что это настолько реально, что просто, и это очень круто Потому что, просто к примеру Я всегда занимался практиками дыхательными Именно не такими там глобальными, чтобы там как-то повысить свои вибрации Нет, я просто пытался потренироваться Именно вот как можно там вот долго, допустим, без воздуха находиться там под водой У меня был там вот именно вот этот, не помню, как его зовут Именно вот был пример такого, 18 минут без воды, как это вообще, это надо понимать процесс В принципе, нигде не нашел, как это описывается Потом нашел это, что это просто обычный там дыхательный процесс Вот как мы ложки гнули, холотропное дыхание, да, вот у нас есть Такие понимания Но я могу сказать так, что когда я перешел на маноедение Два-три месяца после маноедения Ради прикола завел таймер И сколько без воздуха можно по времени, ну, пробыть У меня друзья сидели, ради прикола было Я просидел 4 минуты 15 секунд Это без каких-либо тренировок и без каких-либо подготовок То есть, если, допустим, человек занимается намеренно дыхательными процессами Именно по задержке дыхания То я думаю, что Человек, наверное, способен, наверное, часами находиться без воздуха Это я уверен в этом Потому что То, что я вычитал, как вообще преобразовывается воздух наших легких Как кровь это все разносит То я понял, что, в принципе, кислород-то не обязательно для человека То есть Ну, это мое мнение такое То есть Если ты очистил свое тело Если ты определенными практиками подключился Я думаю, что можно это мешать и кожей Глазами Это та же самая энергия И то же самое окисление своего тела можно получать То есть, аля вот эта пиашкислотность Которую каждое живое там имеет И благодаря которому там происходят те или иные Кстати, из-за пиашки и окислотности идет возрастание и формирование разных бактерий Положительных или отрицательных в нашем теле Из-за этого тело начинает наша болеть Чем кислее тело Ну, природа так устроена Природа так устроена, что Чем кислее среда, тем быстрее разрушимость идет То есть, чем быстрее разрушаются там какие-то живые элементы Живые и неживые элементы Знаешь, какой самый популярный вопрос мне задает Вот вы же едите лимоны, а они такие кислые Почему ваша среда в организме щелочная? Ты можешь ответить на этот вопрос? На этот вопрос? Да Честно, нет Я не ученый, который изучает фрукты И вот конкретно по какому-то расщеплению Я просто знаю определенные моменты, определенные принципы Которыми должен руководствоваться человек Который, допустим, идет хотя бы к маноедению Или хотя бы отказывает еды Потому что не зная эти процедуры В принципе, человек может разрушить свое тело А не наоборот созидать или как-то собрать кучу После тех разрушений, которые он испытывал Поэтому, не знаю, лимон, лимон, лимон Не знаю, я слышал, вот Марва Огонян очень так описывает о том Что лимон, он типа там по какой-то среде Он сопоставим с человеческой кислотой Поджелудочной, по-моему, там Железы Но я, честно, не буду вдаваться в такие подумки, потому что я не знаю, честно Хорошо, Саша, вот мы с тобой не так давно, не прошло еще даже месяц Проходили такой классный тренинг Мы ходили по разбитым стеклам, лежали на гвоздях Прыгали с высоты трехметровые в руки участникам того же тренинга Бегали по раскаленным до 700 градусов угля Расскажи, пожалуйста, для чего ты пришел на этот тренинг И что он тебе дал? Тренинг? Для чего ты сюда пришел? Я вернулся только с моря И сидел дома И вообще с проноедением Я познакомился от свободных людей Такой Genesis Sunfire есть Мужик, он не ест пять лет Он бывший профессиональный игрок в американский футбол Ну и, наверное, это за него Ну и не то, что за него Я просто его услышал, его концепцию именно подхода Я был тогда на сыроедении, на моноедении уже был И вот его концепция мне очень понравилась Но то, что понравилось Скорее всего, она просто правильная Вот знаете, вот как говорят Сколько людей, столько и мнений Но правильное мнение всегда одно Вот тут то же самое Вот мнение было переслушано столько, что Ой, мама, не горюй, сыроедение Там вообще у меня голова была забита Я бегал как курица с яйцом с этим сыроедением На самом деле Пытался всем там что-то внедрить Сучить там Вот сыроедение Это крутая тема Да, это крутая тема Для определенной степени Но давайте не обманывать себя Это та же самая привычка к еде И если у тебя еда более чище Но при этом она остается у тебя пультом То, что, ой, ребят, тут надо выбирать Надо смотреть А Свободные люди Проект Свободные люди Мне Понравилось Именно Вот Если честно, я когда туда шел Я думал, что за шляпа Мне очень хотелось Поломать ложку Не поломать, а вот повертеть ложку Я слышал там Я сидел Методик 15, наверное, разных Перепробовал, как она там ломается Как она там гнется Туда-сюда И вот В честь того, что хотел узнать И посмотреть, чем вообще занимаются Свободные люди Потому что, а-ля, из них я Узнал, что такое вообще Неедение То мне хотелось просто посмотреть На людей, которые Всем делают вот такие прикольные темы Потому что эта тема прикольная на самом деле И что, погнул ложку? Да, ложку согнул Эффект был вообще такой очень Я еще дома повторял эту тему И очень прикольно Вот я сейчас отдал У меня доску ребята делают Пишут разные там Свои языческие Символы, рунические И вот На глазах шикарно полежать Вообще просто супер Круто И ребята вообще-то молодцы Они как это все грамотно Организовали Как они вот так Огонь-то бегали Они там Ну и там Сто процентное выполнение На тренингах Да Это круто Ну, прикольно Прикольно Ехал ради того, чтобы посмотреть Именно как вот эта система у них работает И посмотреть Как гнутся ложки Только из-за этого Саша, и вот в заключении нашего интервью Можешь ли ты назвать какую-то литературу Которую стоит почитать тем, кто хочет перейти на сыроедение И возможно дальше на неедение На сыроедение На неедение Самая основная концепция, которую человек должен понять Я, наверное, думаю, что тяжеловато будет человеку, который ест мясо Понимать вот такого человека, как Genesis Sapphire Да, ну вот если люди, которые сыроеды Хотят понять концепцию неедения Именно А-ля ее так Ну что ли изучить То ли Хрен его знает как Правильно, грубо говоря, относиться к еде То, наверное, это Есть такой Дженси Самфай Есть Ольга Подаровская Которая делает свои вот эти тренинги прикольные Причем, кстати, у меня был токсикоз очень большой Я вот написал Ольге Подаровской, она неедкая, она вот переводит людей на неедение И она мне там в момент по скайпу позвонила мне там пол восьмого утра Мне плохо очень было, три дня не спал И там токсикоз был большой, похудел очень сильно там У меня кожа лопалась, в общем, состояние такое было, весь просто исхудал И вот ей позвонил, вот ей написал, она тут же мне на скайп позвонила И вот своими советами более грамотными, конечно, она вывела меня вот с этого коммунтозного состояния Я вот более четко стал процессы отфильтровывать Поэтому я бы, наверное, посоветовал прислушиваться вот к такими людьми К людям-практикам Да, к людям-практикам, именно к практикам Люди, которые не нееды, а пишут о неедении Я думаю, что это фейк-люди И это люди, которые не должны писать Которые не должны И есть еще такой Константин Рапаев Константин Рапаев все на таком физиологическом уровне описывает Как эти бактерии наши отмирают клетки Они попадают в наш организм, питаются бактерии Они расщепляют эти клетки И из-за этого мы получаем, допустим, энергию и мышечную массу Вот как он там описывает Но у него есть такая более четкая большая теория Поэтому я не такой теоретик Я больше люблю сесть на практику и сидеть практиковать Я лучше послушаю кого-то, кто-то даст какие-то советы Если этот совет, я чувствую, что он грамотный Что можно его применить на своем организме, теле И в каком-то состоянии То, в принципе, было бы прикольно это сделать Поэтому и вам советую, и вам желаю Просто я вообще желаю, на самом деле, людям Всем людям правильно относиться к еде Правильно относиться к концепции еды Потому что еда – это не тот элемент, из-за которого живет наше тело Вы едите еду ради прикола Вы едите еду ради того, чтобы получить какие-то мимолетные удовлетворения При этом теряя свою жизненную энергию То есть вы умираете из-за еды, вы болеете из-за еды Без разницы, она будет сырая, она будет вареная, она будет мясная, высокобелковая Это уже просто чистота еды Это уже немножко другое Поэтому правильно относитесь к еде Старайтесь правильно относиться к еде Еда – это наркотик Это не то, ради чего человек должен жить И не то, ради чего Человек не должен тратить 60-70% своих сбережений, своей энергии, своих стараний Времени? Всего-всего-всего, что в жизни ему дала природа Ему еще дали родители Он не должен это тратить на кайф Вот кайф именно в еде Потому что кайф, который вы получите от чистого здоровья, от чистого разума Он гораздо выше, гораздо прикольнее Вы будете странными людьми для всех окружающих Выделяющимися, основная масса Саша, спасибо тебе огромное за интервью Я на везде посмотрела совсем другими глазами Здоровья Я думаю, что культа еды такого в моей жизни больше не будет Спасибо, до новых встреч Спасибо тебе Друзья, только от вас зависит, каким будет ваше тело Каким будет ваше здоровье изнутри и снаружи Если вы желаете всегда оставаться в форме А также вместе со мной переходить на сыроедение Подписывайтесь на мой канал До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!